добрый день приветствую всех у себя на канале сегодня у нас на обзоре москве 412 медпомощь исполнения в масштабе 143 произведенный в ссср неномерной почему его сразу без коробки показал потому что на коробках я хочу сегодня чуть подробнее остановиться более подробно там есть нюансы не могу в них разобраться у меня 17 москвичей и коробки перепутались давайте сейчас посмотрим саму модель я очень смутно помню что эта модель приобреталась по моему точнее не по моему приобреталась в москве более 30 лет назад но судя по датам на коробках но это и так и есть то есть так или иначе по коробкам там разбег совсем небольшой буквально два-три года приобреталась новой в магазине гум вот сейчас давайте поздно она в идеальном состоянии она принципе новое сохранилось вот 412 мотор стоит вот для знатоков крепления капота хочу заострить внимание что еще значит дальше его пытаемся рассмотреть какие у нас еще есть нюансы но вот нетампованная эмблема передняя это как бы признаки все неномерных моделей вот надпись медпомощь мы видим тампу она по бокам сзади значок на заднем стекле красный крест это тоже у медпомощи что еще можно сказать но салон абсолютно похож у них у всех там может какие-то цвета были редкие но в целом он чаще всего белый салон черный руль вот такие вот фонари задняя часть надпись москвич качество в принципе достойная значит по донышку вот надпись москве 412 донышко пластмассовая присутствует но надпись сделанного ссср понятно присутствует надпись made in что характерно для неномерных уже модели ну и непосредственно отсутствует сам номер этой модель значит тут же вопрос к знатокам смотрите какие модели были раньше а точнее какое донышко было раньше нижняя черная пластмассовая то есть буквально по коробкам разбег там ну год даже двух не наберется год-полтора то есть какое выпускалась раньше черная пластиковая мне кажется она была позже или все таки чуть раньше была серебристая металлическая как вот на верхней модели вот вот на этой на 427 значит смотрите но вот хочу его показать в коробке как он выглядит эта модель и дальше остановиться немножко заострить свое внимание на самой коробке непосредственно точнее чем они различались значит в той коробке в которую его положил далеко не факт что она родная вот смотрите как издевательство штампа т.к. очень яркий и очень хорошо сохранился ниже идет первое это месяц ну как мне кажется февраль что ли фев и вену я могу ошибаться на месяц не так принципиально вот цифры первый один девять потом восемь давайте я вам еще увеличу насколько это возможно 1 9 8 а вот последняя цифра все таки я не могу понять это еще восьмерка или какая вот не разбирая не разобрать значит дальше пытаемся разобраться смотрите вот такие стикеры были с левой стороны и с правой на коробке на тампованных моделях то есть сначала шла оба стикера изначально выпускалась а потом в процессе производства уже когда определять какая модель будет в коробочке находиться левый или правый отрывали вот здесь оторван правый почему оторван правый потому что модель там полная то есть коробка по идее для там полной модели я хочу с вашей помощью разобраться какая будет наиболее корректная коробка к этой модель модели также к другим остальным и вот видите мы видим надпись сувенир модель масштабе 1 43 потом т.у. номер идет дальше артикул артикул тоже нам важен он заканчивается для тампованных моделей цифрой 96 для не тампованной цифра будет 51 и самое важное проще всего это цена самая нижняя строчка для тампованных 390 для не тампованных 350 то есть еще раз заостряю ваше внимание для различия в коробок видите левый стикер на месте правый стикер оборван то есть обрывается стики для тампованной справа обрывается для не тампованной слева обрывается стикеры цена будет другой сейчас посмотрим другие коробки вот смотрите тут артикул заканчивается цифрой 51 это хорошо видно предпоследняя нижняя строчка и цена 350 то есть эта коробка вот и стикер с правой стороны для не тампованной модели вот заостряю ваше внимание непосредственно смотрите левый оборван стикер никак на прошлый правый сохранен с правом сохраненным для это для не тампованной но какие у меня есть сомнения вот смотрите июль 88 года на этой коробке то есть помогите мне подобрать для этой модели по которой был сейчас обзор москвич медпомощь корректную коробку если даже путали донышко вот меня вместо не а 26 дно стоит на патрульной волги номерной а перепутана с обычной там полгаса а 14 то неужели не могли ошибочно отрывать стикер не с той стороны я уверен что это могло быть значит идем дальше по коробкам следующая у нас коробка апрель 89 год следующая коробка февраль 87 год то есть я уже заострял внимание там вот у меня две модели даже такого же цвета с металлическим донышком есть то есть для них должны быть две коробки и две вот эти пластиковые какие шли раньше но вот месяц я так подозреваю что это февраль вот тут хорошо достаточно сохранился 1987 год вот еще одна коробка сентябрь но я так понимаю это 88 потому что вторая цифра в конце все-таки на восьмерочку похоже на шестерку она не тянет значит и того в сухом остатке в чем вопрос заключается вот смотрите у нас шесть моделей 6 коробок по каждой из них еще будет отдельный обзор вот это их родные коробки все то есть их нужно разложить да да я вам каждой коробки показал стикер но в пяти отлично видно в 6 сомнительно но самое обидное что стикеры видно и я не знаю как это возможно оборваны по-разному по моему пять из них 5 или даже 4 для тампованных то есть оборван правый стикер и цена 390 а вот 2 с ценой 350 хотя все эти 6 моделей тампованные вот саратов 400 слева и сама нижний автоэкспорт нижний правый средний правая такси левая аэрофлот верхней милиция и правый медпомощь по которым был обзор машины все неномерные примерно разбег там ну два-три года я так думаю все всем спасибо с удовольствием жду ваших комментариев с нетерпением до свидания